всем всем добрый день связала платье связала шляпку и теперь начинаю вязать украшение я на стадии принятия решения цветок вязать из белой льняной пряжи или из классической серой наверное все-таки начну вязать серой пряжи давайте начнем вязать цветок делаю колечко провязываю 2 воздушные петли подъема они мне заменят полустолбик с накидом и в это же колечко я провяжу 23 полустолбика с накидом вот таких это уже два три потому что две петли подъема это у нас полустолбик с накидом 4 и так далее 24 провязала 24 полустолбика с накидом вязала вот этот хвостик внутрь теперь затягиваю колечко и соединяюсь во вторую воздушную петлю подъема соединительным столбиком вот что у меня получилось хорошенечко еще затянуть надо во втором ряду мы вместе свяжем каркас для цветочка для этого вязание будет основана на столбиках с двумя накидами поэтому набираем 4 воздушные петли подъема и 9 воздушных петель для арки так петли набраны дальше пропускаем две вершинки в третью вершинку ввязываем столбик с двумя накидами 2 пропускаем в третью ввязываем таким образом мы сформируем каркас для будущего цветочка начало не очень всегда мне нравится но его надо преодолеть вот каркас для первого лепестка готов дальше 9 воздушных петель 9 воздушных петель я провязала и снова две вершинки пропускаем а в третью ввязываем столбик с двумя накидами снова арка из 9 воздушных петель и снова мы ее ввязываем в третью вершинку вот такой каркас у нас должен получиться в результате из восьми лепестков дальнейшее вязание будет следующим в арочку я провяжу 12 полустолбиков с одним накидом таким образом обратите внимание под арочку я ввязала 12 полустолбиков с одним накидом а теперь вот под это ребрышко я ввяжу шесть столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 заканчивая этот ряд мы должны еще провязать в основании нашего ребра за которые мы вязали 6 столбиков без накида и это у нас был столбик с двумя накидами то есть в основании столбика с двумя накидами должна провязать столбик без накида и воздушную петлю и повернуть вязание дальше провязываю три столбика без накида подряд в вершинки первую вторую и третью после трех столбиков без накида я провяжу полустолбик но за внутреннюю полупетлю уже не в вершинку полустолбик провязали за следующую вершинку также за внутреннюю полупетлю я провяжу в одну вершинку в одну эту полупетельку два столбика с одним накидом провязала пятую вершинку провязываю столбик без накида и в эту же вершинку столбик с двумя накидами провязала дальше у меня есть вот такое вот промежуток между полустолбиками двенадцатью и столбиками без накида шестью я провяжу в это основание тоже один столбик с двумя накидами провязала дальше у меня впереди двенадцать полустолбиков в предыдущем ряду в первые и я провяжу два столбика с двумя накидами во второй я провяжу за внутреннюю полупетлю один столбик с двумя накидами в третью вершинку я провяжу в одно основание два столбика с двумя накидами в четвертую я провяжу один столбик с двумя накидами в пятую вершиночку за внутреннюю вот она у меня полупетлю я провяжу два столбика с двумя накидами 1 2 с двумя накидами дальше один столбик с двумя накидами провязала в седьмую вершинку два столбика с двумя накидами 1 2 восьмую немножко по-другому восьмую в одно основание один столбик с двумя накидами и один столбик с одним накидом в девятую вершинку два столбика с одним накидом 1 2 делали дальше полустолбик в десятую вершинку в одиннадцатую столбик без накида и в двенадцатую вершиночку соединительный столбик вот как получилось и вот какая красота уже у меня получилось уверена что у вас тоже она получилась довязали ряд делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание а теперь в каждую вершинку мы провяжем столбик без накида в каждую вершинку не пропуская ни одной вершинки и сильно не затягивая каждая вершинка я закончила ряд столбиков без накида теперь должна закрепиться а закрепляться я буду в основании моей арочки а в основании арочки если вы помните у меня было две пропущенных петли так вот я соединюсь в более далекую петлю и таким образом сейчас мы соединимся соединительной петлей вот таким образом и воздушную петлю подъема будем поворачивать вязание вот посмотрите как я посмотрите как я завернула мой листок вот он вот такой завернутый будет воздушную петлю подъема я сделала теперь возвращаемся обратно и в каждую вершинку будем провязывать вот такую соединительную петлю и воздушную петлю соединительная петля воздушная петля соединительная петля протягиваю воздушная петля соединительная воздушная и так до конца ряда все я закончила ряд вот так завернулся лепесток отлично вот мой лепесточек 1 и посмотрите соединительными петлями я перешла аккуратно связывая в каждую петлю вот такая косичка получилось и я подошла к следующему лепестку к следующей арочки вот она и теперь в эту арочку я вижу 12 полустолбиков то есть я повторю также как я вязала первый листок под арочку из 9 воздушных петель 12 полустолбиков провязаны теперь под арочку которую нам составил столбик с двумя накидами мы свяжем 6 столбиков без накида 5 6 вот наша основа для вязания следующего цветка все вся остальная последовательная работа такая же как и и в первом лепестке и должно у нас вырезаться 8 лепестков давайте поработаем я заканчиваю вязание цветочка посмотрите какой он получился как он будет выглядеть на шляпке он довольно крупный это то что мне и надо осталось провязать последний ряд давайте вместе его провяжем вот так мой цветок выглядит на лицевой стороне а вот это изнаночная сторона цветка давайте посмотрим что нам осталось сделать я должна соединиться о основании лепестка соединяюсь у основания лепестка соединительной петлей и теперь вот этот рубчик я должна дойти до конца и тоже закрепиться у основания листочка соединение я сделала у основания а теперь за полупетли соединительными мы должны пройти до конца ряда вот этот рядок такая нежная кропотливая работа но приятная уже есть результат поэтому приятно это видеть у меня льняная нитка она расслаивается поэтому несколько тяжеловато осталось пару петелек есть еще одну и еще одна все а теперь я должна еще соединиться у основания вот в эту петлю соединяюсь соединительной петлей и протягиваю ниточку все все цветок готов цветок готов но я бы еще его украсила вот что-то в центр просится я подумаю что туда приспособить вот такой цветок получился надеюсь у вас он тоже получился пробуйте если вы не начинали пробуйте уверена что получится вязание кропотливая но очень легкой и очень приятная я решила еще дальше украсить мой цветок не останавливаться на достигнутом а провязать тычинки и сделать пестики что для этого создаем создаем колечко амигуруми и в это колечко будем провязывать лепесточки то есть я решила связать еще один маленький цветок для этого 4 воздушные петли подъема столбик с двумя накидами в это же колечко 1 накид 2 накид оставляем на крючке еще один столбик с двумя накидами 1 накид 2 накид теперь все петли провязываю вместе соединительной петлей и закрепляю их воздушной петлей дальше я вижу 4 1 2 3 4 4 воздушные петли и провязываю соединительной петлей в колечко вот так я создала первый листик сейчас подтяну вот он вот он первый листочек уже у меня он маленький нежный очень красивый и так мы свяжем 5 или 6 листочков будем видеть сколько нам будет удобно потом мы подтянем это колечко за хвостик еще 4 воздушные петли 2 3 4 вяжем также столбик с двумя накидами 1 не провязываем еще один столбик с двумя накидами и тоже не провязываем до конца и 3 столбик с двумя накидами не провязывая до конца связали а теперь вместе провязываем все еще одна воздушная петля для закрепления 4 воздушные петли цепочечка из 4 воздушных петель 1 2 3 4 и опять-таки в колечко соединительным столбиком соединительной петлей я закрепляю мой листочек вот таким образом теперь его подтягиваю вот два листочка у меня уже готовы ну что ж давайте еще свяжем листок а дальше вы будете вязать самостоятельно немножко подтянем колечко там такое большое не надо снова 1 2 3 4 столбик с двумя накидами 1 накид 2 накид еще один столбик с двумя накидами 1 2 не провязываем еще один столбик с двумя накидами 1 2 а вот теперь все петли провяжем вместе провязали и воздушная петля для закрепления дальше цепочка из 4 воздушных петель провязали я плотно вижу чтобы красиво получалось и опять-таки в колечко соединительной петлей или соединительным столбиком вот так подтягиваем и когда мы их подтянем вот получается вот такой цветок давайте будем вязать самостоятельно вы и я а в конце покажем что у нас получилось вот и готов мой маленький цветок мои тычинки пестики вот он пестик его ввязывать не стала и его можно положить внутрь большого цветка вот моя красота вот так это будет выглядеть мне нравится а вам если нравится напишите пожалуйста в комментариях и не забудьте подписаться на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик будем вместе вязать готовить путешествовать и развлекаться мы живем в бархатном возрасте я свой возраст называю бархатным и это очень приятный возраст вот так мне кажется мило добра здоровья счастья мира и созидания вам а а Субтитры создавал DimaTorzok